МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. Не по своей воле. Заместитель Акима области вынуждена будет подать в отставку из-за коррупции подчиненной. Испытания продолжаются. Почти 900 многоэтажек в Павлодаре без горячей воды. Завораживающие мелодии саксофона. В регион с гастролями приехал творческий дуэт из Израиля. Заместитель Акима Павлодарской области будет вынуждена подать заявление на отставку. Связано это с приговором, вынесенным в отношении руководителю управления культуры Самал Бегалиновой. Окончательное решение, увольнять или нет, примет глава региона. Об этом сегодня сообщили в департаменте по делам госслужбы. Глава региона накануне принял отставку Акима Экибастуза. Напомню, его заместителя уличили в получении взяток. Бывший зам отправился в колонию. Ордаку Конторбаеву ничего не оставалось, кроме как написать заявление об увольнении согласно закона о госслужбе. Также в июле вынесли приговор еще одному чиновнику из числа руководителей. Относительно руководителя управления культуры Гегалиновой, здесь тоже мы рекомендательное письмо направили о принятии меры. Здесь социальный блок курирует заместитель Акима области Айзада Курманова. Случай с отставкой Акима Экибастуза из-за коррупции подчиненного единственный в этом году. Всего в регионе трудится более 4000 чиновников, при этом еще есть порядка 280 вакансий. К слову, больше всего на госслужбе работают женщины. 67% от общего числа. Артем Клеван, Серикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Пьяный сельчанин опрокинул трактор по Владарской области. Инцидент произошел в одном из сел Иртышского района. Об этом и не только в нашем традиционном обзоре новостей из соцсетей. Спонсор новостей из соцсетей – Ёржбар. Домашние обеды, закуски, шашлыки, пицца, бесплатная доставка блюд и напитков. Именинникам скидка 20%. По заключению медосвидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. На суде сельчанин пояснил, что вечером было застолье и утром он тоже выпил. Сев за руль, уснул и не справившись с управлением, опрокинул трактор в карьерную яму. Тракториста приговорили к административному аресту на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Повезло, что жив остался. Наболевший вопрос задан на странице телекомпании «Ирбис» в Инстаграм. Сколько стоит одеть ребенка в школу? Ответы вновь не заставили себя ждать. Пятеро деток. В шоке. Разориться можно. Ну, в нашей семье двое девочек. Чтобы одеть на всех, надо где-то 300 тысяч. Цены – ужас. А на Инстаграм-странице прокулки по Павлодару новая интересная история. В самый разгар целины на РТШ был возведен понтонный мост. Его в 1958 году строили саперы воинской части. Находился он в районе Тургеневского спуска. Ныне это улица Каирбаева, говорится в публикации. Спонсор новостей из соцсетей – Ёржбар. Домашние обеды, закуски, шашлыки, пицца, бесплатная доставка блюд и напитков. Именинникам скидка 20%. Отдыхаю я, как в сказке. Пицца, пенная, шашлык, колбаски. Барьорш приглашает на сказочный отдых. 40 видов разливных напитков, вкусные закуски, шашлык, домашние колбаски, гренки, снеки и бесплатная доставка. Барьорш. Причаливай. Кризис недвижимости пугает казахстанцев. После прошлогоднего всплеска наступило затишье. Многие не могут продать квартиры, поскольку нет покупателей. О ситуации на рынке жилья рассказали эксперты из компании «Ипотека Групп». На данный момент в продажах недвижимости наблюдается простой. Так называемый кризис связан с тем, что казахстанцы не спешат покупать жилье, ожидая спада цен. Плюс сказывается сезон отпусков. Однако эксперты считают, в ближайшее время ситуация изменится. Причем кардинально. На самом деле прошла программа «Бахтот-басет» для очередников МИУ. Там порядком, наверное, будет около трех тысяч семей. Плюс ко всему ожидается программа «Аскид и Баспанат» для военнослужащих. Ожидается программа «Умай» для женской половины населения. И в совокупности это 10-15 тысяч семей одновременно в одно время. Это сентябрь, август. Будет такой ажиотаж в спросе недвижимости. Таким образом, эксперты прогнозируют дефицит квартир на вторичном рынке. В новостройках квадратные метры тоже нарасхват по 7-20-25. Приобрести жилье по любой из программ помогает компания «Ипотека Групп». Подходят индивидуально. На бесплатной консультации специалисты подбирают лучшие условия кредитования для каждого конкретного клиента. Мы специализируемся на том, что помогаем оформить ипотеку разным слоям населения. Абсолютно разным, с любым первоначальным взносом, с любой кредитной историей и также с любыми доходами. Мы можем просто вас сопроводить от начала до самого получения ключа за короткие сроки. За три года в «Ипотека Групп» помогли осуществить мечту о собственном жилье более чем 3,5 тысячам семей. У компании 12 филиалов в семи городах республики. В Павлодаре офис находится в бизнес-центре «Казахстан» на Сатпаева, 71. Александра Петрова, Серико Нагбаев, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Рубрику ведет Александра Петрова. Саш, я тебя приветствую. Вот послушал экспертов из отдела недвижимости. Скажи, все-таки накопить лучше сейчас на квартиру или же все-таки взять в ипотеку? Привет, Владимир. Думаю, более реальный вариант все-таки ипотека, поскольку стоимость жилья продолжает расти. Здравствуйте. С июля прошлого года квартиры в новостройках подорожали почти на 20%, пишет Крыша КИЗ. По данным Бюро национальной статистики, максимальный скачок цен зафиксирован в ОКТОБЕМ сразу на 32,5%. В Таразе цены за год не изменились, в Павлодаре выросли менее чем на 1%. В среднем квадратный метр на первичном рынке жилья в Казахстане сейчас стоит 426 тысяч тенге. Это на 2265 тенге дороже, чем в июне. Период отпусков уже в разгаре и еще есть время задуматься о том, как лучше провести самый долгожданный период беспечности и отдыха. Поможет в этом туристическая компания «Анара Компани ПВ». Павлодарцам предлагают получить незабываемые впечатления от поездки на озеро Алаколь, где вода в бархатный сезон, как парное молоко, а пляж располагает расслабиться и забыть обо всех проблемах. Кроме этого, Алаколь славится своими целебными свойствами. Лечебная грязь положительно влияет на здоровье. Стоимость тура от 65 тысяч тенге. В нее входит проезд в обе стороны, проживание в доме отдыха, 5 ночей и трехразовое питание. Не упустите шанс отдохнуть красиво. А подготовиться к школе лучше всего с магазином «Арзан». Все от бантов до модной и классической одежды. Здесь же каждому индивидуально подберут неповторимый образ со скидкой 7% за наличный расчет. Акция действует в понедельник, среду и пятницу. А еще при покупке на сумму от 50 тысяч тенге вы получите в подарок рюкзак для сменной обуви или пенал на выбор. Приходите по адресу улица Бухаржурау, 1, магазин «Арзан». И в завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит 479 тенге, евро – 489, рубль 7 тенге 50 тен. И у меня на сегодня все. Владимир. Продолжим после рекламы. И вот что вас ждет. Коммунальные будни, упавшее дерево и проблемные люки в сюжетах наших корреспондентов. Итоги испытаний. Жители более трехсот многоэтажек могут остаться без горячей воды. Чарующие звуки саксофона. Известные во всем мире израильские музыканты выступили в Павлодаре. Спорт с Еленой Белоградовой и специальный инфоблог. Дождитесь. Рахат. Рахат – это больше, чем ресторан с вкусной кухней и хорошим обслуживанием. В Рахате можно отдохнуть душой и отведать изысканные блюда. Это идеальное место для мероприятий любого масштаба. День рождения, свадьба, корпоратив, тематическая вечеринка – все это легко можно организовать. Роскошный банкетный зал на 200 персон. Живописный интерьер, который легко трансформируется под ваш вкус. Все услуги предоставляются на высшем уровне и с безупречным сервисом. В меню есть блюда национальной и европейской кухни. Каждый сможет побаловать себя и насладиться уютной атмосферой заведения. А для любителей сладкого представлена красивая и светлая чайхана. Ресторан «Рахат». Получите наслаждение от проведенного праздника. Автомастерская на Шашкино предлагает полный спектр услуг по следующим направлениям. Ремонт и покраска кузовов и бамперов любой сложности. Выравнивание перекосов, выведение геометрии зазоров на современном оборудовании стапель. Полировка кузовов и фар. Шумоизоляция салона. Мелкосрочный ремонт дверей, замков, багажников, механизмов, стеклоподъемников. В автомастерской на Шашкино ваш автомобиль станет как новенький. Безупречный вид надолго гарантирован. Автомастерская на Шашкино находится по адресу улица Шашкино, 22, микрорайон Зеленстрой. Вторая линия. Телефон 8776-325-70-02. В Акимате ответили на критику по упавшему на подростка дереву в одном из дворов Павлодара. Сообщили, заявка в службу 109 поступала, но о несчастном случае им ничего не известно. Напомню, мама 13-летнего школьника пожаловалась, что на ее сына свалилась крона. Напомню, несчастный случай с 13-летним подростком произошел по адресу Павлова 1. Ребенок был на детской площадке с друзьями, когда ветви обломились. Все успели отскочить, а он замешкался. В итоге получил ссадины и ушибы. Серьезных последствий, к счастью, удалось избежать. Мама заявила, что заявки на обрезку деревьев во дворе оставляли несколько лет. Но в Акимате сегодня это опровергают. 31 июля 2022 года поступила заявка от жителей данного дома в службу 109. В заявке значилось, что по данному адресу обломилось ветвь в дерево и свисает над дорогой. На место выехала аварийная бригада и выполнили работу по вывозу обломившейся ветки. Также были выполнены работы по обрезке аварийных деревьев по всему двору. Информация о пострадавших из-за этого случая в отдел не поступала. Мама пострадавшего школьника не намерена вступать в дебаты с Акиматом. Между тем, по информации чиновников, работа по обрезке деревьев ведется активно. С начала года приняли порядка 300 заявок. На данный момент в очереди около 50 адресов. Артем Клеван, Сирикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Колодцы на дорогах в Павлодаре стали полосой препятствий. Автолюбители жалуются, на некоторых участках езда превратилась в настоящее испытание. Кроме того, помехи на проезжей части создают немало аварийных ситуаций. Масштабы проблем оценил Ильяс Рамазанов. По словам водителей, люки на дорогах Павлодара сегодня стали для них проблемой. Местами колодцы провалились под асфальт, где-то наоборот, слишком выпирают. Автолюбители пытаются сохранить ходовки, а потому объезжают такие участки. Удается это, правда, не всегда. Бывает, бывает часто, особенно дождливую погоду, когда туда как бухнешь, это действительно не очень-то приятно. Бывает, что вообще люк полный воды, полностью вся подвеска залетает в этот люк. Вот по Катаево, по-моему, есть там. Да, много улиц там есть, да, встречаются такие проблемы. Конечно, создается аварийная ситуация. Поток машин идет, я не могу ни налево, ни направо уйти. Приходится на эти люки нарываться. В центре города, говорю, ну вот именно по Назарбаево, да, там еще как-то более-менее люка. А вот эти улицы прилегающие, там вообще как попало. Нарекания водителей вызывают и дороги, которые ремонтируют в этом году. После укладки полотна колодцы остаются ниже уровня. В Акимате пояснили, что ситуацию исправлять будут только на тех улицах, где в этом году стелят новый асфальт. При проведении ремонта в обязательном порядке производится поднятие уровней колодцев, которые расположены на проезжей части. В настоящее время работы ведутся по городу очень активно. На сегодняшний день работы ведутся по улице Академика Бектурова, улице Академика Чокина, улице Турайгырова и других улицах. На остальных участках автолюбителям остается лишь набраться терпения и дальше отрабатывать навыки маневрирования. Стоит отметить, отдельный ремонт колодцев на повладарских дорогах все же проводили. Было это в 2018 году. Тогда люки выставляли вровень с асфальтом практически на всех центральных и второстепенных улицах. Ильяс Рамазанов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Возле остановки 14-я годовщина повладарцы просят установить пешеходный переход и сделать тротуар. Люди ходят вдоль дороги, рискуя попасть под колеса. Это видео и не только прислали сегодня в наше мобильное приложение. Давайте смотреть. Спонсор мобильного приложения «Ипотека Групп». Наш результат работы – это ваша новая квартира. Мы живем в 14-й годовщине. Вот уже долгое время у нас нет тротуара. Пожалуйста, мы вдоль дороги вот так вот ходим. Это опасно. И во-вторых, у нас вон там, где аллея, у нас нет пешехода. Пешеход у нас вот здесь. Я тут нашел поврежденные плитки на набережной. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. А здесь плитки развалились. Вот кусочек не полностью плитки на набережной. И вот еще. И вот еще поврежденные. Короче говоря, примите мои меры, уважаемые Акимы в Паладарской области. Я буду очень рад. Дом Малой Сары Батыра 7. Вот эта яма у нас в асфальте существует уже третий год. И никто не может там ее сделать. Сами жители дома забрасывают ее. Что получается из этого, сами видите. Так, уважаемый Аким. Посмотрите, здесь меняют полотно рельсов. Перекрыли дорогу. Вот. Мы живем в этом доме. Люди живут в этом доме. Закрыли главную дорогу. Варушина. Перекрыли. С Гагарина на Варушина. Если они меняют здесь полотно, она же не мешает. Зачем закрывать в эту сторону дорогу? Как мы попадать должны домой? Уже больше недели не вывозится мусор. Уже воняет кого-то трупы. Так нам и не сделали, как Катаева 11.2. Так нам и не сделали ни игровую детям. Не расширили. Спонсор мобильного приложения «Ипотека Групп». Наш результат работы – это ваша новая квартира. Повладарь и жители более 300 многоэтажек могут остаться без горячей воды до 10 сентября. Напомню, 1 августа тепловики начали гидравлические испытания сетей на юге города. В компании «Монополиста» признали повреждений немало. Точные цифры знает мой коллега. С 1 августа Повладарцы то и дело наблюдали фонтаны кипятка на улицах. Так, например, прорвало трубу на пересечении Камзина-Чокина. А это кадры с перекрестка Дюсенова-Достоевского. В энергетической компании сообщили, за одну неделю выявили 106 повреждений. 23 на магистральных сетях и 83 на квартальных. Из-за аварии без горячей воды сейчас 334 многоэтажки города. Повреждения будут устраняться согласно утвержденному плану. В списке домов, отключенных от горячего водоснабжения из-за повреждений на сетях, а также график проведения ремонтных работ и подключения домов, опубликованное на официальном сайте АО «Повладарэнерго» в разделе «Плановое отключение». Полностью устранить все повреждения по Южному сетевому району планируется в течение одного месяца в срок до 10 сентября текущего года. Тепловики уточнили, после ремонта в первую очередь подключают сети, от которых запитано больше всего многоэтажек. Также напомню, 8 числа начали проводить гидравлические испытания в северной части города. Как минимум до 13 августа горячей воды не будет в 534 домах. Илья Срамазанов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Известные во всем мире израильские музыканты выступили в «Повладаре». Ларсен Давыдов и Тина Ив посетят несколько городов Казахстана. И это их один из первых гастрольных туров после продолжительной пандемии. Среди приглашенных гостей был и Азамат Айтхалин. Ларсен Давыдов родом из «Повладара», поэтому не забывает про свой город и регулярно приезжает с концертами. Сейчас он живет и занимается творчеством в Израиле. Признается, во время пандемии было непросто. Упущенная наверстывает вместе с талантливой певицей Тиной Ив. Когда я приезжаю в Казахстан, у меня много впечатлений. Мне здесь очень нравится быть. Здесь люди очень хорошие, очень добрые. Я хочу подарить людям счастье через музыку, спеть от души. И сделать шоу, не забываем что-то другое, то, что люди еще не слышали. Это не лайф волны, это под плейбэки мы работаем. Ну, естественно, она поет «Я играю». Это как бы немножечко режет наши возможности. А у нас группа есть в Израиле, у нас пять человек. Ну, когда есть еще возможность, мы набираем еще двух музыкантов. Выступаем на больших площадках там. Именно вот поп-джаз, электросвинг, такие вот направления. Концерт прошел в теплой дружеской атмосфере. Прозвучали спокойные, приятные композиции, которые не оставили равнодушными собравшихся. Слушали, затаив дыхание. После Павлодара дуэт отправился в Экибастуз. Выступали в столице. Говорят, казахстанская публика – одна из самых душевных. Заматает Халин Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Ко мне в студии присоединилась ведущая Елена Белоградова. А это значит, что сейчас время спортивных новостей. Елена, я тебя приветствую. Ну и, в принципе, и футбол по-прежнему в центре внимания, да? И о чьих же таких сегодня грандиозных или не очень победах поговорим с тобой? Владимир, приветствую тебя. Здравствуйте, зрители. И начну я, кстати, не с победы, а с поражения. Экибастузцы в рамках 15-го тура первой лиги проиграли Кайраджа Стару. Дома уступили в сухую 0-3. А вот далее только о победах. Не переключайте канал. Мужская сборная Казахстана одержала победу в 10-м туре на шахматной олимпиаде. Поражение казахстанские интеллектуалы нанесли команде Хорватии. Обыграли своих соперников наши Ренат Джумабаев и Алишер Сулейменов. Всемирный турнир в эти дни проходит в индийском городе Чинаи. 44-я Всемирная Олимпиада – самое важное и интересное событие года для шахматистов. В турнире планетарного масштаба участвуют более 2000 интеллектуалов, представляющих 186 стран. В 10-м туре мужская сборная Казахстана обыграла хорватов со счетом 3-1. Победы одержали Аристанбек Урозаев и Павлодарец, дебютант турнира Алишер Сулейменов. В ничью партии свели Казыбек-Ногербек и капитан команды наш Ренат Джумабаев. Алишер, я думаю, почувствовал, что может играть, преодолел психологический какой-то барьер и обыгрывает даже игроков с большим рейтингом. Почувствовал уверенность, и капитан команды верит в него. Получается, Алишер почти играет без замены на второй доске и показывает очень хороший результат. Всемирную Олимпиаду в Индии казахстанские шахматисты начинали на 44-й позиции в топ-листе. После блестящей победы в 7-м туре наша сборная стремительно взлетела. Обыграли испанцев, которые в рейтинге занимают 4-ю строчку. Специалисты отметили сенсационный успех Алишера Сулейменова. Павлодарец взял решающую партию у соперников, показатель которого на 200 пунктов выше, чем у нашего интеллектуала. Сейчас мужская команда располагается на 20-м месте. Первое, второе делят шахматисты Узбекистана и Армении. Рената Султанова – абсолютная чемпионка исламских игр. Третью золотую медаль наша спортсменка завоевала в гонке. Омниум, стоит сказать, казахстанские велопрофи выиграли командный зачет в трековых дисциплинах. В заключительный день на велодроме в турецкой Коне национальная сборная завоевала еще две награды высшей пробы. Одной из героинь стала наша землячка. Золото в омниуме для спортсменки уже третье на исламских играх. Чемпионкой Рената Султанова была скрытчей индивидуальной гонки преследования. Всего у трековиков 9 медалей. Стоит отметить еще до официального открытия игр. Оно пройдет сегодня. Казахстанцы возглавили командный зачет. Борьбу ведут уже легкоатлеты. Этап квалификации преодолела еще одна представительница Паладарского региона Александра Залюбовская. Мы привезли 8 спортсменов, которые будут участвовать в 100 метрах, 200 метров, 400 метров, 400 метров с барьерами. И эстафетный бег 4 по 400 мужчины. Также у нас девочка будет прыгать в высоту. Нас не может быть на кого-то особенно, но мы за всех будем за своих болеть. И у каждого есть шанс стать чемпионом. Александра Залюбовская вышла в финальный забег на 400 на 100 метровке. В раунде сильнейших продолжает борьбу наша опытная Ольга Сафронова. Еще заявлена легкая атлетка на своей другой коронной дистанции 200 метров. На исламских играх коней павлодарцы также представлены в соревнованиях по тейквондо, кикбоксинге и вольной борьбе. Победой завершили домашний тур воспитанники центра Аксо. Финальный этап первенства среди команд группы Ю-13 одновременно прошел в нескольких городах страны. Перед решающими матчами наши футболисты располагались на четвертом месте. В родных стенах рассчитывали взять максимальное количество очков. В Павлодаре доигрывали турнир представители клубов Кызлжар, Акжаик и Кайсар. С уральцами хозяева не совладали, им уступили. А сверстников из Петропавловска разгромили со счетом 5-0. Четыре гола забили в ворота кызлординцев. Итоги чемпионата поведут после результатов во всех городах. А мастера уличного баскетбола определили сильнейшую команду. В нашем городе финишировали областные соревнования по стритболу. К этому летнему старту парни готовятся намеренно. Проводят турниры раз в год в честь большого любителя баскетбола 3х3. Новая олимпийская дисциплина сейчас активно набирает популярность, особенно среди молодежи. Так и эти соревнования взялись акцентом на возрастную категорию. Мы решили провести более масштабно, массово. А как возрастная категория Ю-16 самые активные, проще всего собрать большое количество команд. Было принято решение организаторами, что это будет именно Ю-16. Просто если говорить о памятном турнире Ермека Капенова, то это самый масштабный за все те три года, что мы его проводим. То есть у нас приняло участие 16 команд. Собрать удалось сильнейшие команды, причем не только местные. Участвовали несколько районных сборных. Приехали и будущие олимпийцы. Сборная ПВЛ укомплектована игроками, которые обучаются в Алма-Атинском спортинтернате. Рывок за Иртышском. Они добрались до финальной пульки. Это те ребята, которые частенько приезжают, участвуют. Есть активисты в районах. Стараются не пропускать все городские и областные мероприятия спортивные, связанные именно с баскетболом 3 на 3. Нас пригласили. Мы приехали своей командой, чтобы посостязаться с соперниками. Парни, они достойные. Было с кем состязаться. Уважение парням. Нам было очень интересно в этой борьбе. В финале сыграли сборная ПВЛ и Иртышск. Олимпийцы оказались сильнее. Они чемпионы турнира. Бронзовые медали на площадке оспаривали команды «Спаун» и «Микс». «Спауны» в упорной борьбе одержали победу. Это были новости спорта, но мы с вами еще не прощаемся. Теперь специальный информационный блок. «Спаун» и «Спаун» и «Спаун» и «Спаун» в упорной борьбе одержали победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этом году 10 лет как торговый дом «Мега» сотрудничает с телекомпанией «Ирбис». Мы высоко ценим наши партнерские отношения и выражаем огромную благодарность сотрудникам телекомпании за их высокий профессионализм, за креативность, за быстрое решение вопросов. Желаем дальнейших успехов в работе, новых проектов, экономической стабильности и достижения поставленных целей. Ну а мы ждем наших покупателей за красивой и качественной мебелью в торговый дом «Мега». Рады предложить вам скидки на весь ассортимент. А также у нас стартовала акция. При покупке мебели мы бесплатно осуществляем доставку за пределы города. Подробности акции по телефону 33-4001. Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас работали Елена Белоградова и Владимир Чубенко. До встречи в ближайшем выпуске новостей. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова